Доктор Барух Наш Мессия, Наш Господь и Спаситель Иисус из Назарета, у меня вопрос. Умер ли Он, потому что был распят? Да, мы знаем, что Он был распят и умер на кресте. Но было ли распятие причиной Его смерти? Мы неопровержимо увидим, что это было не так. Была другая причина Его смерти во время распятия. И чтобы узнать, почему Он умер, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 27 главу. Евангелие от Матфея, 27 глава. Мы в течение нескольких недель говорили об Ешуа на кресте. Мы сказали, насколько важно то, что Он отдал жизнь, жертвенно отдал ее в день Пасхи. Именно для этого, для того, чтобы Он умер на Пасху, стал нашей пасхальной жертвой, вот почему Бог Отец послал Своего Единородного Сына в этот мир. И мы увидели, что в то время, когда Он был на кресте, были те, кто насмехался над Ним, говорили глумливые слова против Него. Также были те, кто говорил слова, чтобы побудить Его сойти с креста. Они были инструментами Сатаны. Сатана понимал значение происходящего. Он ненавидел Мессию и с радостью наблюдал, как Сын Божий страдает. Также Ему доставляет радость видеть, как другие испытывают боль. Именно от этого Сатана получает удовольствие, от несчастья и боли других. Он просто зависим от этого. И в этом месте Писания мы видели, что именно Сатана пришел к Иуде Искариоту, чтобы Иуда потребовал финансового вознаграждения за то, что он предаст Мессию. Мы видим, что еврейское руководство, не еврейский народ в целом, а руководители, вступили в сговор с римлянами, чтобы исполнить свой план, убрать Иешуа из своей жизни, из своей ситуации, чтобы он никак не влиял на них. Но Бог использовал их непослушание. Он не был его причиной. Он не был участником, но использовал их греховность, чтобы совершить величайшее действие любви. Я говорю о Мессии на кресте, который умер за вас и за меня. И над ним не только насмехались, не только избивали, бичевали, но мы видим, и что-то еще. Мы видим, что, когда Он был на кресте, начиная с шестого часа, что-то произошло. В прошлый раз мы закончили тем, что тьма покрыла всю землю. И в этом была значимость. Мы видим, как тьма связана с первым искуплением. Я говорю об исходе из Египта, когда Бог произвел суд над Египтом, чтобы еврейский народ и смешанное множество вышло. Мы видим, что Он сделал это посреди тьмы в полночь. И вот поэтому есть принцип, которому учили мудрецы, искупление придет во тьме. И вот почему не только в исполнении истины Писания, но также, чтобы показать, что Иешуа — это на самом деле Спаситель, наш Искупитель. Он умер в Пасху и полдень. Когда солнце должно было светить ярче всего, произошло чудо. С шестого часа до девятого, а мы говорили раньше, число шесть — это число благодати. А девять говорит о результате поступка дела. И вот почему Он был на кресте. Он совершал, Он делал дело, которое произвело искупление, и оно было неразрывно связано с благодатью Божьей. Когда Он был на кресте, незадолго до Его смерти, произошло нечто крайне важное. И что это было? Что ж, посмотрите вместе со мной, как я уже сказал, 27 главу Евангелия от Матфея. Мы начинаем с 46 стиха. Мы видим здесь. «Около же девятого часа вскричал Иешуа». И заметьте, что здесь сказано. Он вскричал голосом великим. Любой знающий скажет вам, что когда человек распят, то он умирает. Если причина смерти — распятие, то он умирает от удушья. Человек просто не может дышать. И когда такое происходит, причина в том, что у человека все меньше и меньше воздуха. Человеку все труднее и труднее. Все тяжелее и тяжелее говорить. И что происходит незадолго до смерти распятого человека? Он может только шептать. И шепот этот становится все тише и тише, все слабее и слабее. И затем у него не остается сил сделать вдох и говорить. А что мы видим здесь? Мы увидим, что это происходит за несколько моментов до того, как он умер. И что говорит Писание? Не однажды, а дважды. Мы об этом скоро прочтем. Он вскричал великим, сильным, громким голосом. О чем это говорит нам? Этот громкий голос явно свидетельствует читающему. И Ишуа умер не потому, что был распят. Послушайте внимательно. Был ли он распят? Да, был. Умер ли он на том кресте? Да, умер. Но было ли причиной его смерти распятие? Нет, не было. Так почему же тогда он умер? Что ж, Писание откроет это нам. Мы знаем что-то. Мы знаем, что Ишуа никогда не грешил. Он был совершенным. Он всегда, всегда, всегда подчинялся своему небесному Отцу. Он никогда не приступил ни одной заповеди. Он был совершенным. Но мы знаем что-то. Библия говорит нам, что не знавший греха сделался грехом ради нас. Это значит, что ваши грехи, мои грехи были возложены на него. И поэтому мы видим взаимосвязь в Писании. Павел много говорит об этом. К примеру, в послании к римлянам он на основании учения Торы говорит, что существует неразрывная связь между грехом и смертью. Почему люди умирают? По причине греха. Потому что грех вошел в мир. Что привело к смерти Мессии? Да, он был распят. Однако он умер не из-за распятия. Он умер, потому что этот совершенный, этот невиновный сделался грехом ради нас. Наши грехи, грехи мира. Так говорит нам Иоанн в своем первом послании. «Грехи мира были возложены на Него». Именно это и стало причиной Его смерти. И Писание намекает на это. Снова посмотрите 46 стих. «Около же девятого часа вскричал Иешуа. Вскричал голосом громким, сильным. «Элли, Элли, Лама Савахвани». Это сказано на арамейском языке и означает «Элли, Элли, Боже мой, Боже мой, Лама». «Лама» слово, которое означает «Почему?» И далее «Почему ты меня оставил?» «Почему Бог Отец оставил этого верного, этого единородного Сына Божьего?» Причина проста. Прервание отношения, когда Мессия говорит «Отче, почему ты оставил Меня?» Это потому, что Бог не будет иметь ничего общего с грехом. Писание говорит, что Мессия сделался грехом ради нас. Тот факт, что все наши грехи мира были возложены на Него, прервал на момент отношения между Богом Отцом и Богом Сыном эту совершенную близость между ними. Когда Он стал грехом ради нас, эта близость была прервана. И вот почему это место Писания так важно. Писание говорит нам в середине 46 стиха, здесь приводится это арамейское изречение «Элли, Элли, Лама Савахвани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего, по какой причине Ты оставил Меня?» Итак, не забывайте, что Он вскричал громким голосом, и это показывает, что Он не был близок к смерти по причине удушья. Нет, была другая причина Его смерти. Это ваши и мои грехи. Из-за них Он умер на кресте. Далее смотрим 47 стих, где говорится, «Некоторые из стоявших там, они там были некоторое время и намерены были продолжать стоять там. Они были свидетелями всего этого, и тут сказано, услышав то, что Он сказал Илью, Элияку». Мы знаем пророчество из книги Малахи. Мы знаем, что прежде, чем вернется Мессия, мы говорим о Его втором пришествии. Когда Он вернется, чтобы произвести суд над этой землей, когда Он придет, чтобы поразить врагов Израиля, когда Он придет, чтобы установить свое царство, мы знаем, что Илья, пророк, придет прежде Него. Мы видим парадигму этого, частичное исполнение этого в лице Иоанна Крестителя. Писание говорит нам, что Он пришел в духе Ильи, но Илья, пророк, об этом они прочли у пророков в книге Малахии. Они говорили, «Этот зовет, этот Иешуа, этот зовет Илью». И что происходит дальше? Посмотрите 48 стих. «И тот час побежал один из них, один из тех, кто стоял там. Тот час побежал, взял губку, наполнил вином». Что это за вино? Речь идет о горьком или кислом вине. И опять-таки, это очень важно. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо понимать Тору. В девятой главе книги чисел говорится о Пасхе. Там говорится о втором соблюдении Пасхи. Мы сейчас не будем углубляться в детали. Но там сказано, чтобы исполнить Пасху, необходимо употребить одновременно три элемента. Какие это элементы? Агнец, маца, опресники и горькие травы. Библейски необходимо употребить эти три элемента. И это исполняет пасхальное служение, о котором мы читаем в 12-й главе книги Исход. Что ж, мы знаем что-то. Мы знаем, что Иешуа это хлеб жизни. Он этот опресник. Почему? Закваска ассоциируется с грехом. Иешуа пресный хлеб. Об этом учит Павел в первом послании Коринфянам в 5-й главе. Итак, Иешуа пресный хлеб. Он безгрешен. Он подобен маце, бесквасному хлебу. Во-вторых, мы знаем, что он есть агнец Божий. Он наша пасхальная жертва. Итак, у нас есть агнец, у нас есть пресный хлеб, но что-то нам не хватает. Есть еще одно библейское требование употреблять пасху с горькими травами. Следовательно, что происходит? Иешуа на кресте закричал. И что происходит? Один из свидетелей этого, скорее всего, это был один из воинов. Это скоро будет подчеркнуто, а пока что «И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил горьким вином». И тут сказано «И надел на трость». В других местах сказано об Исопе. Это также связано с Пасхой. Он надел губку на трость и протянул к Иешуа, чтобы посмотрите конец 48 стиха, чтобы дать ему пить. В 49 стих. А другие говорили, другие, которые оставались там, они говорили «Оставь», то есть «Не вмешивайся». «Оставь». Посмотрим, придет ли Илья спасти его. Итак, они хотели стать свидетелями. Они знали Писание и хотели знать, придет ли Илья. И вот проблема. Илья придет, но это будет во второе пришествие Мессии, когда Он установит царство. Имя Илья означает «Мой Бог Господь». Итак, Илья вернется, и мы видим, что будет покаяние. Он приведет к покаянию, чтобы приготовить народ для того, чтобы Он, этот остаток Израиля, чтобы Он принял Иешуа. Но не для этой цели Мессия пришел в первый раз. Это не пришествие для установления царства. Он пришел, чтобы исполнить то, что требуется для провозглашения Евангелия. Так они говорили, «Оставь! Посмотрим, придет ли Илья спасти его!» Далее 50-й стих. «Но Иешуа опять». Это слово «опять» берет рассматриваемое нами местописание и превращает его в эмфатическую конструкцию, в то, что подчеркивается. А что будет подчеркнуто? Что ж, мы уже обнаружили. То, что было сказано нам, будет сказано снова. Слово «снова» говорит нам, что это важно. Тут есть повторение, чтобы сказать нам, что это важно. И что же так важно? Посмотрите 50-й стих еще раз. «Но Иешуа опять вскричал, как сильным голосом. И что он сделал? И спустил дух». Эта идиома означает «умер». Это местописание соединяет две вещи вместе, громкие крики Иешуа и его смерть. Это напрямую говорит нам, что он умер не из-за того, что был распят. Был ли он распят? Очевидно, он был распят. Умер ли он на кресте? Мы рассматриваем это местописание прямо сейчас. Да, он умер на кресте. Способствовало ли распятие его смерти? Очевидно. Но он умер, как говорит нам Писание, вскричав громким голосом. Он не задохнулся. А как он умер? Он умер из-за вашего и моего греха. Тот факт, что он закричал, говорит нам, что распятие не было причиной смерти. Пятидесятый стих еще раз. Но Иешуа опять вскричал громким голосом и испустил дух. Пятьдесят первый стих. И вот мы увидим, что смерть Иешуа, смерть на кресте, мы увидим, что его смерть произвела некоторые результаты. Будет акцент в тексте, грамматически говоря, на пассивном залоге. Почему это важно? Пассивный залог говорит о том, что что-то вызвало результат. И, следовательно, мы увидим важные результаты смерти Мессии. Заметьте, какой первый результат. Пятьдесят первый стих говорит «И вот». Что это значит? Слово «вот» означает «обрати внимание, это нечто важное». И вот «порохит». Порохит — это завеса, отделявшая святое от святейшего, то есть святое от святого святы. И никто не мог заходить за эту завесу только первосвященник раз в год на Йом-Кипур. Но мы видим здесь нечто в высшей степени важное. И вот завеса святилища, если в вашей Библии сказано в храме, то это было бы слово «херон». И это обычное слово, означающее «храм». Но тут не «херон», а слово «неос». в этой форме «неос», которая говорит о святилище, о святом святых. Итак, здесь стоит это слово. Тут говорится «и вот завеса святилища была разорвана». Пассивный залог. Что-то разорвало ее надвое. Если вы изучали и знаете книгу «Исход», эта порохет была толстой. Состояла она из нескольких разных материалов. И разорвать ее было бы весьма трудно. Кто же разорвал ее? Это был не человек, но Бог. Откуда мы знаем это? Обратите внимание, здесь сказано, что это порохет Неу завеса святилища от верху до низа. Это очень важно. Обратите внимание на библейские ключи, когда тут сказано, что завеса была разодрана сверху донизу, это значит, что это совершили небеса. Это земное событие свершили небеса. Итак, мы читаем, что завеса была разорвана сверху донизу. И что еще произошло? Земля потряслась. Это слово означает землетрясение. И всякий раз, когда в Библии упоминается землетрясение, этим говорится, это событие имеет общемировые последствия. Когда упоминается землетрясение, это значит, это событие имеет значение для каждого. Оно имеет последствия для всего человечества, для всего мира. Это относится к его смерти. Итак, было землетрясение. И во-вторых, и камни раскололись. Но не только это. Посмотрите 52 стих. Какой еще один результат распятия Мессии? Только по причине распятия может быть воскресение к жизни. Без распятия люди могут воскреснуть, как сказано в 12-й главе книги Даниила в 1-м стихе, к вечному стыду и презрению, чтобы получить вечное наказание. Но воскресение к жизни только благодаря Кресту. Вот почему так важно верить в Него и принимать Его. В 52-м стихе сказано, «И гробницы открылись, и многие тела усопших святых». И тут надо прояснить. Это еврейская идиома. Когда в Библии говорится о смерти, зачастую говорится «уснули», но это не относится ко сну души. Сон души — это ложное учение. Когда кто-то умирает, к примеру, если вы прочтете про Лона Авраамова, люди бодрствуют. Если вы взглянете на Гехеном, Гадес, Ад, другую часть Шеола, люди, к примеру, богач, они были в сознании. Нигде в Библии ничего не сказано о сне души. Если человек умер, то душа или с Богом, или в мучениях. Но душа находится в сознании, и о сне души ничего не сказано. Сказано «уснувших», потому что будет воскресение, как говорит Даниил. Или воскресение к жизни, или воскресение к вечной смерти, в стыду и презрении. Итак, результатом креста, того факта, что он заплатил цену, может быть воскресение, и это засвидетельствовано. Многие тела усопших святых поднялись, и тут сказано, «и выйдя», посмотрите 53 стих, «и выйдя из гробниц по воскресению его». Смерть Мессии на том кресте дала им жизнь, но они не вышли из гробниц до какого-то момента, до момента после его воскресения. Почему? Павел говорит, что Мессия имеет первенство во всем, он первенец из мертвых. Так что только после первого дня недели, когда Мессия воскрес и вышел из гробницы, усопшие святые тоже вышли из гробниц. Еще раз. И, выйдя из гробниц по воскресению его, вошли. Куда? В святой город Иерусалим. Они вошли в святой город и явились многим. 54 стих. Сотник же, и это тоже будет очень важно. Сотник это высокое офицерское звание в Риме. Он командовал большим количеством людей, от 100 до 999. Таким образом, он имел великую ответственность. Для чего сотник был там при распятии у креста? Очень просто. Более чем вероятно, он был должностным лицом, которое наблюдало, отвечало за распятие, за его исполнение. Другие люди делали это, но он был там, и это была его ответственность. И что тут сказано о нем? Еще раз. 54 «Сотник же и те, которые с ним стерегли, охраняли Иешуа, видя землетрясения и все случившееся». Тут сказано, «Они устрашились». Сотники, бывшие с ним, они устрашились весьма, то есть сильно, чрезвычайно. «Они были свидетелями многих распятий, но то, что они увидели в этот раз, того, кто вскричал сильным голосом прямо перед смертью, они знали при всех других событиях, которые произошли, эффекты, которые произвели его распятие, его смерть. Тут сказано, «Они говорили». И обратите внимание на то, что они говорили. Конец 54 стиха. Вот что они говорили. И так оно и есть. Истинно Божий Сын был этот. Этот был Сыном Бога. Библия приводит не только собственные слова Ишуа, не только слова других, но даже римляне, воины, даже они были вынуждены сказать, конечно, и они использовали слово «Истина». Этот был Сыном Божьим. Были же там женщины многие. И почему здесь, в конце нашего сегодняшнего изучения, делается акцент на женщинах. Потому что, когда в Писании акцент делается на женщинах, когда они играют главную роль, надеюсь, вы уже знаете это, изменяется контекст и делается акцент на чем-то. на чем же? На искуплении. Записавший хочет, чтобы мы поняли все это для искупления мира. Это указывает на тот факт, что Ишуа, он помазанник, он царь царей, Господь господствующих, но также никогда не забывайте о том, что он наш искупитель. Были же там женщины многие, и издали они смотрели. И мы видим, что они следовали за Ишуа из Галилеи. А почему упоминается Галилея? Всякий раз, когда упоминается Галилея, мы должны помнить это, чтобы открыть нам что-то. Женщины открывают, что он искупитель. Они следовали за Ишуа из Галилеи и служили, помогали ему. Наконец, 56 стих. Между ними были Мария Магдалина и Мария мать Иакова и Иосии. Во многих Библиях сказано иначе, но это греческое написание имени Яков и мать сыновей Зеведеевых. Что мы видим? Свидетельство, что Мессия отдал свою жизнь, что он умер, но мы увидим, что он воскреснет из мертвых, знаменуя надежду царства, которую могут иметь все люди, поверя в то, что он совершил. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединиться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в прямом эфире. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.